Первый день конкурса начался с выставки народного искусства. Деревянные фигурки, картины из зёрен кофе – здесь самые разнообразные работы. Сергей Скляр, электрослесарь в Запорожстале, уже во второй раз участвует в конкурсе. Его стихия – картины из бисера, которых уже насчитывается более 30. И на этом он не собирается останавливаться. Я вначале начал бисером заниматься, на проволочке деревья делал, цветочки. А потом посмотрел в интернете, картины красивые из бисера. И думаю, неужели я не сумею этого сделать. Попробовал первую картинку, взял Николая Чудотворец. С него начал. Попросил, помоги мне, пожалуйста, в дальнейшем этом все. Он мне помог, я начал пытаться. Уже большие картины делать. После выставки народного творчества программу первого отборочного дня продолжили художественные коллективы комбината. Дарья Паюс, сотрудница управления контроля качества Запорожстале, уже не в первый раз участвует в мероприятии. В прошлом году она показывала восточные танцы и сейчас решила удивить жюри танцем в стиле свинг. Женя не только танцует, тут и поют, и стихи рассказывают, и играет на фортепиано. Очень интересные номера есть. Так что тут очень интересно. Для всех металлургов новый сезон конкурса талантов является возможностью открыться в публике и получить свою минуту славы. Поэтому участники первого отборочного дня очень трепетно отнеслись к подготовке своих номеров. Репетируем постоянно. У нас репетиции где-то там месяц-два, то и три раза бывает. Смотря как по надобности. Ну вот, в связи с фестивалем, чуть чаще было репетиция. Хор каждый год получает свои награды. Но для ветеранов производства это не главное. Наш хор, он же, как вам сказать, ну является как бы отдушиной. Всегда приходят люди, начиная с 70 и выше лет. Здесь просто люди ищут отдушину. Попеть, пообщаться. Для нас это самое важное, я считаю, в жизни. Ну а остальное, лишь бы было здорово. После отборочных туров конкурса самые запоминающиеся исполнители выступят на финальном галоконцерте. На нем и распределят призы по номинации. Но для большинства участников награды лишь радостное дополнение к прекрасному времяпрепровождению. Евгения Мельник, Анатолий Журавлёв, Андрей Снесаренко, ТВ5.